Приветствую! Мы много раз задавались вопросом о том, что будет с человеком, который отказался от мобилизации и получил условный приговор по статье 336. Могут ли ему дать повестку снова? Могут ли его призвать? И может ли он получить второй приговор, если снова откажется от мобилизации? И я всегда говорил, что в принципе юридических запретов на это нет. То есть есть возможность и повестку дать, и привлечь второй раз к ответственности, но практического подтверждения моим словам не было, потому что просто такая судебная практика отсутствовала. И вот теперь исторический приговор. Исторический приговор в том смысле, что он первый, на мой взгляд, приговор за время военного положения, где человека повторно привлекли к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. И сейчас мы этот приговор почитаем, а там есть что почитать, потому что там, знаете, такой в каком-то смысле прям детектив некий разворачивается, потому что у меня вот сложилось ощущение, что этого человека хотели догнать. Вот он чем-то насолил им, и его прямо вот-вот ездили за ним, преследовали, ну в хорошем смысле, насколько здесь хороший смысл может быть, да, вот этого слова преследования, и хотели всячески ему насолить. И сейчас мы познакомимся с этим приговором и увидим, какое же наказание избрал суд. Ну а перед этим хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше, и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также в этом телеграм-канале я провожу отдельные стримы для подписчиков, соответственно. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь смотрим приговор. Вот этот приговор датирован он 30 ноября 2023 года. Кстати, в мой ежемесячный обзор судебной практики по статье 336 он не попал. Почему? Потому что 1 и 2 декабря я делал этот обзор, а сам приговор появился в реестре вот только 4 декабря. Поэтому исходите из того, что в ноябре, получается, было 26 реальных приговоров. И вот на что я хочу здесь обратить ваше внимание. На то, в какие сроки может работать судебная система, прокуратура, полиция, ТЦК и СП, когда нужно привлечь к уголовной ответственности человека. Вот посмотрите. Человек проходил, соответственно, ВЛК с 27.10 по 1.11.22 года еще. То есть вот он. 1.11 была постанова ВЛК и, соответственно, он отказался от прохождения службы. А уже 17.02 уже был приговор. И этим приговором его признали виновным в уклонении от мобилизации по статье 336. И ему назначили наказание 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. То есть вот то, что мы называем условным приговором. Что происходило дальше? Вот почитаем сейчас со слов самого человека, потому что мне очень, вот знаете, очень примечательно. Вот здесь мы почитаем, что он нам пояснил. Вот где его слова. И здесь мы начнем читать вот со второго предложения. Когда вирог набрав законной силы, он появился в органу пробации за прикликом для постановки на облік. Перед цим отримал травму, впав в высоту, в него была гематома. Начальник органу пробации зустрів его и попросил подняться до него в кабинет. Через некоторый час до кабинета зашли двое человек, одягнутих в цивильный одяг и запитали, че надовго он затримал его. А начальник поведомил, что спілкувание с ним будет тримать близко години. Та запитал его, какие у него проблемы с полицией и військоматом. А он поведомил, что кроме вирога, других вопросов нет. После того, как обвинуваченный вышел из помещения пробации и пошел в сторону микрорайону Соднячный, до него подъехал автомобиль, в котором были полицейские, и запитали, чому он от них текает. Попросили проехать с ним до військомату. Працівник полиции особа 9 поведомил, что ему доручили доставить особа 6, особа 6 – это наш герой, до військомату. Він не встав сперечатися и поехал с працівниками полиции до військомату. Здесь скажу, отступление такое, да, он правильно сделал, потому что если бы он сперечался, то, скорее всего, полиция применила бы к нему силу, кайданки и все равно бы доставили в ТЦК и СТ. Дальше. Працівник військомату запросив його до актового залу, запитав, чи не надумав він служити, і почав вручати військову бойову повістку. Він відмовився її отримати, бо мав хворобливий стан і не готовий морально воювати. Наступного разу йому зателефонував дільничний инспектор. Повідомив, що йому треба з'явитися до військомату. Він прибув до військомату, і там вже перебував поліцейський, який знімав все на відеокамеру. Йому знов почали вручати військову повістку. Він відмовився від її отримання, повідомивши, що вже засуджений за ухилення від мобілізації, та не бажає воювати. То есть, ви понимаете, какая интересная история? Человека осудили, получил приговор, і вот він йдет становиться на учет в пробації. А пробація, получается, що? Об цьому співчає в ТЦК і в поліцію. Поліція приїжджає, караулит його внизу, коли він выйдет із пробації, щоб відправити в ТЦК і СП. А у мене вопрос, а реально у поліції більше прям вот нет таких дел, більш серьезних, да, чем именно этого человека караулить? То есть там в области вообще там ни убийств нет, ни краж, грабежей, вообще ничего такого нет. Там все нормально, поліції більше нечем заняться. То есть реальными уголовными такими делами, да, там нет. Поэтому они караулят этого человека, привозят его в военкомат, где ему вручают боевую повестку. Он отказался, его отпускают. Потом снова ему звонит участковый уже, вызывает в ТЦК і СП. Там ему вручают повестку. При этом на это время приїжджає снова поліція туда. И на видеофиксацию, да, под видеофиксацию вручают ему повестку, от которой он снова отказывается. Ну вот реально у меня сложилось такое ощущение, что вот просто кому-то очень хотелось заняться именно этим человеком. Потому что, ну вот вы видите, какие усилия они прикладывали, они организовывали свою деятельность для того, чтобы вот именно за ним покататься, именно его зафиксировать. Почему? Ну для нас эта загадка, можем только догадываться. И давайте дальше посмотрим, что же решил суд в этой ситуации. Приговор достаточно большой, чтобы не занимать ваше время, не будем его сейчас весь читать. Ссылочку на него я оставлю в описании к данному ролику. Если кому интересно, вы сможете зайти полностью его почитать. И здесь, кстати, был адвокат у человека. И адвокат расписывал, что уже как бы нельзя человека привлекать. Что он уже сейчас находится под наказанием. Как раз за уклонение от мобилизации. Но суд это все не принял во внимание. И вот приговор суда. Визнати винуватым ускоренні криминального правопорушения, предбаченного статті 336 КК Украины. И призначити ему покарание за статтёю 336 у види 3-х роков, 6-ти месяцев позбавления воли. Відповідно до статті 71 КК призначити остаточное покарание за сукупністью вироков шляхом приєднания до покарания за новым вироком частково не відбуту частину покарания за попереднім вироком Славуцкого міськрайонного суду Хмельницької області, в скобочках 6-ти месяцев позбавлення воли, увыди 4-х роки в позбавлення воли. То есть ему в совокупности получается в итоге дали 4 года лишения свободы. И вот так мы увидели с вами практическое подтверждение тому, что получение условного приговора за уклонение от мобилизации не освобождает ещё человека от дальнейшего развития событий. И получив такой приговор, это не значит, что человек уже всё может расслабиться и сказать, что всё про меня забыли, меня никто трогать не будет. Как мы видим, если у государства есть желание, есть вот прям у них время, так сказать, свободное, они могут этим заняться, они могут вручить повестку повторно, они могут призвать, зафиксировать ваш отказ. И как мы видим, суд вполне может дать новое наказание, новый приговор. И второй приговор, конечно же, будет уже реальным. Потому что если ты находишься на условном и получаешь новое наказание, то, понятно, оно будет уже реальное. К слову, с точки зрения вообще уголовного права, нормальная ли эта ситуация, вы знаете, я всегда говорил, что такое возможно. Но вчера, честно скажу, даже засомневался и мне было интересно, можно ли человеку здесь как-то вообще помочь. Я звонил, консультировался специалисту, кандидату наук именно в области уголовного права. Привет, Юрий Викторович. Так вот, Юрий Викторович мне сказал, что без вариантов, что абсолютно нормальная ситуация. И с точки зрения научного подхода, здесь в принципе все обосновано. И я надеялся, знаете, как вот, а вдруг человек, который наукой уголовного права занимается, найдет какие-то основания, как можно из этой ситуации выйти с меньшими потерями для человека. Но, к сожалению, вот, моему, то еще моему. Наверное, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, оно как-то вас информационно обогатило, скажем так, ставим лайк, подписываемся на мой YouTube-канал, ну и не забываем про Telegram-канал. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.